Пока весь советский народ в едином порыве перебивался от аванса до получки, они наживали целые состояния. Однако богатство, как известно, может обеспечить безбедную жизнь. Но от смерти, увы, не страхует. Именно в этот драматический момент на авансцену выходят наследники. Кому достались легендарные драгоценности? Самой народной певицы Людмилы Зыкиной. Прилетала за рубежом, когда она уезжала, либо импресарио дарил ей какие-то драгоценности. В 70-е годы прошлого века дефицитом было практически все. Одежда, предметы, быта, продукты. Впрочем, консервированная килька в томате продавалась в любом магазине. Всего за 32 копейки. Именно такую кильку в начале 1978 года и принес домой некий пенсионер. Его имя история не сохранила. Открыв консервным ножом незамысловатую банку, мужчина остолбенел. Да быть такого не может. Понюхал, попробовал. Последние сомнения улетучились. Вместо кильки в банке была первосортная черная икра. Слух о консервированном чуде разнесся по столице со скоростью лесного пожара. Запасы кильки и на удачу других рыбных консервов во всех московских магазинах были раскуплены подчистую. Мне приносили банку кильки и банку сайры, которые вскрыли дома, а там находилась икра. Это говорило о том, что в промышленном масштабе существует вот такой способ переправки икры. Но куда? Туда? За границу? Здесь вы ничего с икрой не сделаете, потому что цена была в магазине одна – 4,55 рублей. Столько стоила 100-граммовая баночка черной икры в те самые времена, когда за пол-литра водки решительно отдавали 3 рубля 62 копейки. Другое дело, что просто пойти в магазин и купить черную икру было невозможно. Как говорил мой друг, выдающийся наш поэт, песенник Леонид Дербенев, а деньги – не проблема, проблема товара. Отведав дефицита на халяву, особо сознательные граждане обратились в прокуратуру. Там завели дело, которое позже назвали «рыбным». Вскоре выяснилось – черная икра, замаскированная под продуктовый ширпотреб, поставлялась за границу через сеть магазинов «Океан», недавно открытых в Москве, Сочи и других крупных советских городах. Но каким чудом она оказалась на прилавках обычных магазинов? В те времена никто не сомневался. Самый богатый гражданин страны Советов – генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Почти 40 лет спустя, осенью 2017 года, в интернете появилось объявление. На торги выставлен автомобиль ЗИЛ-117. За лимузин, некогда принадлежавший Леониду Ильичу Брежневу, анонимный владелец просил скромные 54 миллиона рублей. Впрочем, был согласен на бартер, например, в виде адекватной по цене недвижимости. Антиквары гадали – неужели дало себе знать наследник генсека? Эти правительственные автомобили, они были знаком государственной власти, как скипетр одержал у царя. Иерархический такой статус придавал автомобиль. Я вот ехал однажды по дороге, по кольцевой, и такой обратил внимание, что в нашем ряду все движутся машины, а тот ряд почему-то перекрыт. И увидел, что сзади приблизилась точка такая медленно-медленно, и ехал большой красивый Мерседес, за рулем которого сидел Брежнев. Владельцем элегантного авто премиум-класса Леонид Ильич стал в 1980-м, во время Московской Олимпиады. И ни копейки за него не заплатил. Просто получил в качестве презента. Таких подарков было много. Знатоки утверждают, что разнообразных лимузинов, на которых Генсех любил прокатиться лично, было не меньше сотни. А еще уникальная коллекция охотничьих ружей, ордена и медали всех стран и континентов, которые не помещались на кители, и просто так называемые ценные подарки. Все состязались в подарках, которые к нему готовили на юбилей, на дни рождения и так далее. А подарки ему были, как правило, 15, 16, 17, 20 тысяч, 30 тысяч и так далее. Был у Брежнева и вполне законный источник дохода. Гонорары от публикаций мемуаров. Книг «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Тираж составлял 15 миллионов экземпляров. Гонорар 1791 241 рубль за одну книгу. Плюс ленинская премия в 25 тысяч. Казалось, ни одно поколение наследников такого состояния может жить припеваючи. Как бы не так. 1978 год. Расследование чудесного случая с фальшивой килькой и черной икрой набирает обороты. Настолько внушительное, что к делу подключается КГБ СССР. В сети оперативников попалась действительно крупная рыбка. Руководители рыбной промышленности Москвы, фишман и фельдман занимаются контрабандой, зарабатывают огромные деньги путем хищения и взяточничества и готовятся к эвакуации за пределы Советского Союза. Через Чехию и ГДР, бумажные наши рубли, переводят валюту. Эти деньги нашли. Суммы даже видавшим виды следователям показались баснословными. Миллионы долларов. В квартиры фишмана и фельдмана нагрянули с обыском. Но ничего из ряда вон выходящего не нашли. Хотя очень старались. Быт арестованных советских миллионеров оказался не слишком затейливым. Квартира, дача, машина. Импортная стенка, чешский хрусталь. Все, что призвано продемонстрировать достаток, но не более того. В СССР миллионерам вообще приходилось непросто. Тратить состояние, по большому счету, было не на что. Потребности были другие. Раньше мечта любого успешного гражданина Советского Союза была – отдельная квартира. В отдельной квартире обязательно библиотека. В отдельной квартире желательно фортепиано или рояль. Это было идеально. Тем не менее, у следователей концы с концами не сходились. Паковать черную икру в банке с килькой и возить за бугор, конечно, дело прибыльное. Но не настолько, чтобы грести доллары миллионами. Фишмана и фельдмана допросили с пристрастием. И назвали своего покровителя, начальника Союза Репромсбыта Рогова. Высокая фигура Рогова возили в КГБ. Он признался в том, что получал взятки и покрытие, чтобы помогал совершать хищение. Система, которая сложилась и функционировала. Когда деньги шли снизу вверх, по вертикали, а потом шли по горизонтали. Проще говоря, в условиях тотального дефицита, за поставку ходовых товаров в магазины платили все. Снизу вверх. Директора магазинов несли вышестоящему руководству. Оттуда дальше по цепочке. На самой верхушке дань распределялась между небольшим количеством избранных. Не просто деньги. Гигантские деньжищи. При этом в обычные гастрономы дефицитные рыбные продукты практически не поступали. В основном их сбывали из-под полы. По спекулятивным ценам. А для избранных существовали так называемые спецотделы. Были такие в магазинах сети «Океан». Обидно, конечно. Не потому, что мы стали старыми и ворчим. Да нет. Просто обидно за страну. Как говорили в фильме «Белое солнце пустыни». За державу обидно. Прокуратура добилась ареста зарубежных счетов Фельдмана, Фишмана и Рогова. Однако ходили упорные слухи, что кое-что в закромах все-таки осталось. Причем на родине. Кто же унаследовал миллионные состояния рыбных дельцов? Состояние Людмилы Зыкиной наследники делят до сих пор. Детей у великой певицы не было. Завещание она не оставила. После ее кончины в 2009 году в права наследования вступили племянники Сергей, Георгий и Екатерина. Она говорила, я своим близким все сделала при жизни. Она действительно всех обеспечивала квартирами, машинами. Однако наследники были явно разочарованы. Оказалось, что куда-то исчезли бесчисленные драгоценности их тетушки. А ведь при жизни певицы о них ходили легенды. Одна диадема имела целое состояние копии диадемы Екатерины II. Камушки подлинные. Людмила Зыкина, несомненно, была по советским меркам более чем состоятельной женщиной. У нее была высокая концертная ставка, она много гастролировала. Ее вот эти все знаменитые драгоценности она приобретала за рубежом. Либо импресарио дарил ей какие-то драгоценности. То, что певица баснословно богата, никого не удивляла. Она действительно была всенародной любимицей. Была декада русского искусства в Азербайджане. И вел эти концерты незабвенный наш друг, царство небесное, Борис Брунов. Когда он вышел в зал, ему с места кричат «Зыкину давай!» Он сказал «Извините, но, товарищи, Зыкина сегодня, к сожалению, выступить не может. Она нездорова». А он говорит «Слушай, а не надо опять? Пусть просто выйдет и походит. Туда-сюда». По оценкам экспертов, только ювелирные украшения певицы стоили больше 100 миллионов рублей. В нынешних ценах. Однако племянники, которые с энтузиазмом принялись делить наследство, обнаружили, что и серьги, и старинные броши, и копия диадемы Екатерины II куда-то пропали. Разбираться с исчезнувшими сокровищами тети вызвался Сергей. Брат и сестра выдали ему доверенности на ведение дел. Часть драгоценностей на сумму 4 миллиона 200 тысяч по официальным расценкам вскоре нашлись. Дома у Татьяны Свинковой, концертного директора Зыкиной. Она утверждала, что взяла их, чтобы исполнить последнюю волю певицы. Сдать в музей ее имени. Причастна ли Свинкова к исчезновению остального имущества Зыкиной, решал суд. Я суд оправдал, думаю, что непричастна. Тем более, что она была очень верным другом Зыкиной на многие годы. И я просто не верю и не допускаю мысли, что ее можно было бы в чем-то обвинить. Как только драгоценности вернули законным наследникам, Сергей решил в обход доверившихся ему родственников продать найденные у Свинковой бриллианты. Мы там обратились в прокуратуру, прокуратура просила признать эти вещи вещдоками, чтобы вещи не были выставлены на аукцион и не продавались. Но впоследствии, не знаю, какие силы вмешались, и все-таки аукцион состоялся, и вещи были проданы. С молотка ушли и квартира в высотке на Котельнической набережной, и дача в Подмосковье. Драгоценности потянули на 31 миллион рублей. Квартира с дачи на 46. По крайней мере, такую сумму озвучил брату и сестре Сергей, когда они проведали об аукционе и потребовали справедливо разделить выручку. Сергей не возражал. Однако вскоре Екатерина заподозрила, что брат занизил суммы от продаж и подала исковое заявление в суд. Спустя какое-то время наследникам удалось договориться. Дело было прекращено, но только юридически. Насколько мне известно, что у родственников там внутренняя какая-то сейчас идет тоже война. Прокуратура СССР продолжала разматывать рыбное дело. От масштаба вхищения теневиков у следователей лезли на лоб глаза. Появился новый фигурант. Организация под названием СОБРЫПРОМСБЭТ. На допросе ее руководитель Юрий Рогов признался. Через сеть магазинов «Океан» не только шла контрабанда черной икры. Реализовывался левый товар. А это сотни тонн неучтенной рыбы. Вылавливается рыба в Мировом океане. На промысле находятся транспортные суда. Они уходят на полгода, на семь месяцев и так далее. Возвращаться на берег очень дорого. Рыбу ловят каждый день. И ее надо как-то переправлять на берег. Для этих целей СОЮЗ РЫБПРОМСБЭТ закупил гигантские суда с рефрижераторами. Заполняли их ящиками с рыбы, каждый из которых по документам вмещал 5 килограммов продукции. Но в реальности цифры были несколько иными. Условно. Отгрузили 2 тонны. А когда приходят на берег, там не 2 тонны, а 2 800. Почти тонна излишка. Получается, каждая третья рыбка плыла мимо кассы. А доход от продажи неучтенки теневикам в карман. Как выяснилось, эту мошенническую схему разработали непосредственно в Министерстве рыбного хозяйства. Министр Александр Ишков лично предложил учредить сеть магазинов «Океан», через которые шла торговля неучтенной морской продукцией. Однако он стал единственным из высокопоставленных чиновников, кому удалось избежать уголовного наказания за махинации по рыбному делу. Не дали трогать, давайте будем говорить так. Ну, мы же тоже не такими уж смелыми были, чтобы можно было принимать любое решение и всех направленно с камер подсудить. На арене заслуженный артист республики Кио. В отличие от Людмилы Зыкиной, у иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио прямые наследники были. И кто-то из них должен был унаследовать цирковой аттракцион, с которым их прославленный отец разъезжал из года в год по всей планете. До этого были иллюзионисты, которые работали в такой маске загадочного восточного иллюзиониста-волшебника. А он был первым, пожалуй, иллюзионистом, который был без маски. Вот такой добрый волшебник, который вам покажет чудодейственное, шикарное, волшебное представление. Он был народный артист, это было что-то в районе, по-моему, 50 рублей за выступление. Ну, выступлений там могло быть 20, к примеру. Вот можно легко подсчитать, сколько он зарабатывал. Тысячу рублей в месяц. В два раза больше шахтера. В полтора раза больше академика. И это без учета заграничных турне, где ставка была еще выше. Возвращение с гастролей отмечали с таким размахом, что, казалось, гудит вся Москва. Когда мы приезжали с гастролей, то все наши там родственники, друзья, знают, что денег много. Мы просаживали все по ресторанам до копейки. Аттракцион был неиссякаемым источником дохода. Волшебство, пусть и в исполнении циркового иллюзиониста – товар востребованной. Я сейчас вам по секрету покажу, как распиливают женщин в волшебном ящике. Эксклюзивно только для нашего фильма. Для этого мне понадобится мини-волшебный ящик. Очень часто иллюзионисты пользуются зеркалами. Они вставляют в ящики, в коробки зеркала, и те дают эффект пустоты. Вот здесь тоже. Вы видите, там зеркало есть. А это моя ассистентка. Брюнетка черненькая. Ассистентку мы погружаем в этот волшебный ящик. Теперь встречаем ее здесь. Она вытягивает ножки. Вот это у нее голова, а вот это ножки. А дальше мы ее распиливаем изящно и красиво, как это делаю я. Говорил и миленький. Разрежьте, пожалуйста. Мы разрезаем, 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 разрезаем. Распиливаем. Убираем волшебную пилу. И показываем, друзья мои, в ящике голова и ножки ассистентки. А на самом деле у иллюзиониста Игоря Кио и у других иллюзионистов две ассистентки. Я же не зря говорил про зеркало, которое создает эффект пустоты. У него заранее сидела в ящике уже еще одна ассистентка. Соединяем половинки. Значит, здесь голова, руки. Здесь ноги. Другой ассистентке. Дальше. По команде говорим, убирай ноги. Она их подтягивает. Остается там внутри. А мы в это время даем команду основной ассистентке, которая села туда, выйти из ящика. Вот. Вы меня спросите, а где же? Где же? А где же? Где же? Вторая-то. А вот этого я вам не скажу. Будущие наследники артиста сыновья Игорь и Эмиль понимали, «Кому отец отпишет свою программу в завещании, тот впоследствии и разбогатеет». Однако отдавали себе отчет в том, что Эмиль Теодорович – человек во всех отношениях необычный. Достаточно сказать, что он открыто жил с двумя женами. Бывший гражданской Каширхан и официальной Евгения. В конце концов, Эмиль Теодорович определился. Он отправил старшего, Эмиля, в технический вуз. Должен же кто-то в семье заниматься серьезным делом. А младшему пообещал отдать аттракцион. Правда, радость Игоря оказалась изрядно подпорченной, когда выяснилось, что он станет продолжателем дела отца при одном условии – надо грамотно жениться. Такой клан Ольховиковых был. Там их несколько было, хороших артистов. У них дочка была, Иоланта, которая просто закончила 10 классов, и ей мама купила номер с такими попугаями. Ее бабушка когда-то имела цирк, свой личный цирк в Кисловодске. Там вот такие бриллианты висели везде, все руки, все. И Эмиль Тодорович договорился с ее мамой, что они поженят Игоря и Иоланту. Игорь взбрыкнул. У него как раз в самом разгаре был роман с Галиной Брежневой. Молодые люди даже успели расписаться. Но Леонид Ильич выбор дочери не одобрил. Слишком молодой. Еще и артист. Не о таком зяте он мечтал. У молодоженов отобрали паспорта. А когда вернули, листы, на которых ставится штамп о браке, были девственно чистыми. Официально этот союз просуществовал всего 10 дней. Надо было не слушаться. Схвати его и убеги. Живи в маленьком цирке где-нибудь в Узбекистане. Потом тебя простят. Простят обязательно. Но на это пара не решилась. Оба слишком зависели от своих отцов. Игорь и Галина еще несколько лет тайно встречались. Были любовниками. Но официальные союзы оформили совсем с другими людьми. Галина через некоторое время вышла за Юрия Чурбанова. А Игорь женился на Иоланте Ольховиковой. Как и требовал отец. Развод случился лишь через 8 лет после смерти старшего Кио. Невероятно, но к тому времени братья так до конца и не поделили отцовское наследство. Миллионы на банковских счетах оказались иллюзией. Знаменитый фокусник к деньгам относился легко. И, как выяснилось, накопить весомое состояние не удосужился. Квартиру, в которой старший Кио до самой смерти проживал с женами и сыновьями, поделили сразу же и полюбовно. А вот с аттракционом, главным наследством великого фокусника, все пошло не так гладко. Видите, какая вещь? Пойти, выйти в Манеж, на эстраду с той же фамилией – это большая ответственность. Понимаете, если вы один раз подскользнетесь и упадете, и провалите большое магическое дело, все, публика вам это не простит. Поэтому не все способны на то, чтобы взять фамилию великого отца или матери, псевдоним, реквизит, все шоу. Именно об этом открытым текстом говорила Эмилю мать Игоря. Убеждала старшему брату аттракцион не потянуть. Евгения Васильевна привозит письмо из главка, из цирка, о том, что аттракцион переходит Игорю. И она говорит Эмилю, «Эмиль, ты что заканчивал? Месси? Так вот иди и работай прорабом на стойку. Тебе здесь делать нечего. Ты выглядишь в манеже, как сутулый бухгалтер какой-то». Игорь Кео уехал на гастроли в Японию, а его брат остался на родине у разбитого корыта. Однако жена Эмиля, Леонора Прохницкая, решила без сбоя не сдаваться. Она записалась на прием к министру культуры всесильной Екатерине Фурцевой. Я рассказываю ей, какая обстановка, на что она говорит. Один Кео – хорошо, но два – лучше. Агаджанову Георгий Сергеевич, готовьте письмо. Не прошло и годы, как Эмили Милевич начал выступать с тем же аттракционом. Так в СССР и появилось два иллюзион-шоу Кео. Эмиль несколько лет выходил на манеж со своей женой, Элеонорой. А потом они развелись. И тут на арене появился третий персонаж этой истории – бывшая теща Игоря Кеева. Она нашла способ выдать Иоланту за старшего брата бывшего мужа. Мама Иоланты подумала, какое добро пропадает. Эмильчик, ну смотри, елочка одна, ты один. Ну все, ну почему бы вам не пожениться? И таким образом Кео вышла замуж за Кео. Ну мало ли она пойдет там к какому-нибудь мерзавцу-иллюзионисту и все сдаст ему. А мы империю строили с братом и с отцом. И вдруг она, значит, взяла нас и обозревала. Нет, нельзя из волшебной шкатулки, нельзя выпускать джина. Ну к брату ладно. Этот союз цирковых артистов оказался прочным. Эмиль с Иоланты до сих пор вместе. Можно сказать, что наследство старшего Кео его сыновья поделили поровну. По справедливости. А в рыбном деле прокуратура СССР находила все более будоражащие воображения детали. На допросах заместитель министра рыбной промышленности Владимир Рытов раскрывал схемы теневых доходов. Одна хитрее другой. Оказывается, деньги делались не только на неучтенных тоннах рыбы и икры. И не только на взятках. Прибыль извлекали даже из списанных отходов рыбного производства. Вот вы разделываете осетрину, да? У нее плавники, хвосты и так далее. Это все отходы. Их перемалывают. Добавляют лук. Добавляют пряности. И вы покупаете пирожок. У пирожок стоит 60 копеек. А затрат на пирожок вообще нет. Вот и делались деньги. Огромные деньги. Рытов раскрыл и секрет чудесного превращения кильки в черную икру. Оказалось, консервы уходили за границу через сочинский магазин «Океан». А в Москву в обычные магазины они попали по трагической для теневых дельцов случайности. Заводские логисты просто перепутали накладные. Лавочку это прикрыли, и все руководство магазина «Океан» получило огромные сроки. Однако следователи отнюдь не были уверены, что они нашли все без исключения счета рыбных аферистов. 22 июля 2017 года в возрасте 67 лет скончался первый официальный советский миллионер Артем Тарасов. Тот самый, который якобы заплатил 180 тысяч рублей парт взносов с легального заработка. Тот, кто утверждал, что хранит в надежном месте облигации государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года на сумму 200 миллиардов долларов. Ну, если не лукавил, конечно. Я могу сказать честно, как его такой бывший друг, он все-таки авантюрист. Артем Тарасов начал коммерческую деятельность в конце 80-х с кооперативов. В 1989 году он с коллегами заработал 100 миллионов долларов, причем легко. Тогда и возник слух про 180 тысяч рублей парт взносов, которые составляли 3% от чистого дохода. Это был не Артем Тарасов. Это просто к нему прилипло. Артем Тарасов никогда не был членом партии, и поэтому он никогда в жизни никаких парт взносов и не платил. Зато платил налог на бездетность, подоходный налог и даже взносы ДОСААФ. Но это Тарасова не спасло. К нему пришли с проверкой 15 человек. Из УБХСС, КГБ, прокуратуры, Минфина, контрольно-ревизионного управления. И вскоре инкриминировали статью 95-ю, часть 3-ю. Хищение в особо крупных размерах. Вообще-то за это полагался расстрел. И советский миллионер отправился к журналистам программы «Взгляд». Он хотел доказать – деньги заработаны честно. Я дал ему эфир и спас его от того, что над ним надвигалась реальная расправа. Я бы хотел попросить Артема Тарасова еще раз выйти к этому микрофону, поскольку наши телезрители интересуются, в каком состоянии сейчас ваши дела. Мы существуем, мы не закрыты. Нам нанесли убытков свыше 20 миллионов рублей. Нам никто их не выплатит. И счет техники миллионера разорен до нуля. Ни копейки нам не дали. Мы выплачиваем долги, в которые нас вогнали в следующей ситуации – закрытие счета, как все это знают, и все остальное. Но долги мы с честью выплатили. «Взгляд» помог. Тарасова не посадили, но в скором времени миллионер все-таки покинул страну. И лишь в 2003-м вернулся в Россию. А еще через 10 лет объявил себя самым богатым человеком планеты. Правда, в нашей стране в это мало кто поверил. Он много зарабатывал, то он сразу много терял. У него такой немножко молодежный бизнес. А как же облигации госзайма? 200 миллиардов долларов. Шутка ли? Тарасов как-то объявил, что если с ним что-то случится, бумаги будут немедленно предъявлены его доверенными лицами к оплате. Причем публично. Миллионер умер. И ровным счетом ничего не произошло. Так что вступивший в права наследования внебрачный сын Тарасова Филипп в списке миллионеров не числится. Пока ему досталась только квартира отца и немного денег на банковском счете. Мое личное мнение, наверное, что состояния нет. Рыбное дело было закрыто в 1979 году. У главного его фигуранта, заместителя министра рыбного хозяйства СССР Владимира Рытова, изъяли более 300 тысяч рублей наличными. Сегодня эта сумма эквивалентна почти 2 миллионам долларов. Чиновника приговорили к расстрелу. Приговор обжалованию не подлежал и был быстро приведен в исполнение. Те деньги, которые приходили по приговору суда, они поддержали конфискацию, они все были обращены в доход государства. Всего по рыбному делу осудили более полутора тысяч человек. Пять тысяч чиновников, в том числе и министры Шков. Лишились своих постов. Все ли украденные ими деньги поступили в бюджет государства? Или кое-что все же перепало и наследникам? Установить, скорее всего, уже не удастся. Двенадцать часов сорок пять минут. Гроб с телом покойного опускают в могилу. А вот о том, какое наследство оставил своим потомкам Леонид Ильич Брежнев, известно достоверно. Почти никакого. Знаменитые брежневские награды забрали в Гохран. Отошла государству и коллекция оружия. Иметь дома оружейные склады разрешалось лишь лицам не ниже генеральского чина. А таких среди наследников генсека не было. Вдову Брежнева лишили персональной пенсии и попросили с государственной дачи. Гонорары за два тома воспоминаний, по одной из версий, отошли их реальному автору. Что там, понятия не имею. Ну кто-то же писал, он может только наговорить. Вот там, я был в окопе, пятый-десятый. В семье остались только подарки, которые Леонид Ильич так любил получать. Благодаря им, сыну Брежневу Юрию, удалось пережить период опалы после смерти отца. Он просто перепродавал ценные безделицы. И корил себя за то, что в свое время, не глядя, сваливал их в кладовки, мог кому-то передарить. Когда у тебя все есть, когда тебе все дано, когда ты пальчиком тычешь и тебе дают. И совершенно ничему не рады. Дочь Леонида Ильича Галина папины подарки обычно сбывала не откладывая. Наследница генсека вообще вела себя весьма легкомысленно. И после смерти родителя оказалась мамелей. Когда мы пытались по делам найти вот эти дорогостоящие подарки, которые ему преподносили, мы их найти не могли. То есть они растворялись где-то в его окружении. Все брежневские автомобили, стоявшие в гараже аппарата ЦК, были государственной собственностью. И после смерти генсека моментально ушли с молотка. Семье Леонида Ильича от этой гаражной распродажи не досталось ни копейки. Но кто же в результате фактически оказался наследником Брежнева и недавно выставил на торги его лимузину? Это пока остается загадкой. Впрочем, отгадка, скорее всего, проста. Крупнейший отечественный специалист по старинным автомобилям Дмитрий Ломаков уверен, что машина, за которую просили 54 миллиона рублей, генсеку ЦК КПСС никакого отношения не имела. Вы не найдете ни одного техпаспорта, где было бы написано владелец или бывший владелец Леонид Ильич Брежнев. Ему периодически, да, дарили машины, но их тут же раздавали в различные организации, например, организация, которая обслуживала дипломатический корпус в Москве. Сегодня наследство советских миллионеров уже достояние истории. Какие-то ценности вернулись в госказну. Иные баснословные состояния и вовсе оказались мифом. Некоторые особо ценные артефакты заняли почетные, но весьма укромные места в частных коллекциях. Но вот принесли ли они своим владельцам счастье? Еще вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова